Благоустройство дворов. Во Владимире продолжаются работы по обустройству придомовых территорий. Глава города Владимир Андрей Шохин уже давно ввел правило, что городские дворы приводят в порядок не к осени, как это бывало раньше, а в начале лета, чтобы жители пользовались благоустроенной инфраструктурой в течение практически всего летнего сезона. До конца июня преобразится 31 двор. На большинстве из объектов уже положили новый асфальт, поставили лавочки и урны. И это минимальный перечень того, что сделано. Например, жители домов номер 1 и 3А по Судогодскому шоссе ждали ремонта несколько лет. Теперь Люба дорого смотреть на благоустроенную территорию и ходить по ней. Были просто ужасные ямы. То есть ходить было зимой невозможно. Летом стояли лужи. Просто дорога 40 лет не ремонтировалась, сами понимаете. Хочется отдельно отметить отличную работу строителей. То есть работали и по выходным, и по праздникам. Вот. Сделали все очень хорошо. За месяц этот двор привели в порядок. Сделали бы раньше. Довольно долго решали вопрос, чтобы вода не скапливалась на придомовой территории. Море во дворе после дождя. Именно такая картина была характерна для этой территории. Теперь проблема решена. Много было геодезии. Не работали вообще практически ливневки. Ну то есть вода не уходила. И очень вымерялась подсыпка уклонов. Ремонты во дворах выполняются по федеральной программе «Комфортная городская среда». До 1 июля подрядчики благоустроят 31 Владимирский двор. Общая сумма контрактов почти 30 миллионов рублей. На Лермонтово ремонтные работы также уже выполнены. Более того, они приняты, подписаны и согласованы жителями. И на этом объекте проблемы были те же. Разбитая дорога и огромные лужи после дождя. У нас здесь был асфальт весь разбит. Вода стояла вот там. Просьба была? Да, все просьбы. Водаотвод сделать? Водаотвод. У нас вода, видите, потекала даже в крылечку в лес. Все спланировали. Все очень здорово. Все просьбы были учтены. Все согласовывались с нами. За 4 года работы программы во Владимире благоустроили порядка 150 дворовых территорий. Но это далеко не финальные цифры. Программа продолжает работать. Заявки продолжают принимать. По следующему году у нас в этом году мы уже должны отобрать объекты до 1 сентября. И в этом году уже их проторговать, чтобы в следующем году тоже так же ранней весной уже приступить к работам. Маргарита Махрова, Алексей Дузин, Егор Дейкевич, 6 канал.